Привет друзья! Игра Against the Storm вышла уже достаточно давно и меня все никак не оставлял в покое вопрос о скрытых атрибутах наших игровых рас. Все игроки наверняка замечали, что ящеры и гарпи более унылые на старте, чем остальные две игровые расы. Ну а с появлением лисов разнообразие жителей становится еще сильнее. Пора уже с этим наконец-то нам разобраться. Сегодняшнее видео по этой игре затрагивает как раз тему характеристик наших рас, мы разберем их потребности, профильные работы и производство, чтобы вам возможно стало немного понятнее и проще играть в эту игру. Начнем мы с общего сравнения характеристик. Вы видите сейчас сводную таблицу на экране. Наличие убежищ и расовых домов здесь не представлено, но это одна из базовых потребностей наших жителей. Она у всех одинаковая и максимально очевидна, поэтому на ней отдельно заострять внимание я не буду. Давайте подробнее разберем каждую из характеристик и сделаем базовые выводы на основе полученных данных. Базовый настрой это то значение настроения, которое получают наши жители каждый из раз на старте игры, без учета всех последующих модификаторов, которые будут накапливаться и суммироваться с этим значением. Частота отдыха это тот период времени, который наши жители будут работать, прежде чем потребуется им перерыв на отдых. Показатель устойчивости демонстрирует, насколько быстро может меняться настроение жителей конкретной расы. Требовательность показывает уровень настроения, при достижении которого мы начнем получать репутацию за счет жителей данной расы. Угнетение это насколько увеличится требуемый уровень настроения этой расы после получения очередного очка репутации за счет нее. Потребности это те дополнительные ресурсы и услуги, наличие которых в вашем поселении позволит улучшить настрой представителей этой расы. Как вы уже заметили, новую расу я уже также добавил в данную таблицу, хотя перевод потребностей и специализации оставил собственный, любительский. Но надеюсь вам будет понятно о чем идет речь, когда данную версию запустят в локализованном виде в полноценный релиз. Три из представленных рас можно назвать сложными для старта. У них низкий уровень базового настроя, всего 5 очков, это гарпии, ящеры и лис. Новая раса лисов также не может похвастаться особой устойчивостью настроения, но при этом они не будут отличаться особой требовательностью, что позволит получать с их помощью первые очки репутации с наименьшими сложностями на том же самом старте игры. Несмотря на то, что люди и бобры наиболее морально заряженные на первых этапах игры, чтобы довести эти расы до уровня получения репутации придется поднапрячься больше всего, они как раз самые требовательные расы среди ваших поселенцев. Что касаемо работ, гарпии и ящеры больше халтурят, как вы видите, работают они на 20 секунд меньше до отдыха, чем лисы, бобры и люди. Потребности более-менее равномерно перемешаны между игровыми расами, здесь каких-то ярких наблюдений я вам дать не смогу, только рекомендую добавить мое видео себе в закладки, чтобы оперативно можно было посмотреть все эти атрибуты и потребности, ну, вдруг вам пригодится. Теперь самое время обсудить специализации наших жителей. Заранее вам отмечу, что приведенный список зданий каждый из раз неполный, приведен только для общего понимания, что и зачем. Главное рассказать вам принцип, и вы сможете дальше самостоятельно углубляться в этом вопросе. Лисы – это прекрасные разведчики и просто обожают возиться с работой, связанной с использованием дождевой воды. Разведка любых полянных событий и тайников сокращается на 5% за каждого лиса, задействованного в этом событии. Это очень приятный бонус при решении полянных опасных и запретных событий, где важна каждая секунда перед бураном. Ну, а работы, связанные с дождевой водой, отмеченные синим значком, повышают настрой работника на 5 единиц. Пример таких зданий – дождесборник, теплица и кузница. Люди специализируются на фермерстве, где они могут получить двойной урожай, и на пивоваренье, где процесс им приносит просто хорошее настроение. Если хотите ускорить производство, ставьте людей на фермы, лагерь собирателей и теплицы, а вот для хорошего их настроения, например, в буран, можно перекидывать их в погреб, дом писаря или красильню. Бобры, что достаточно логично, мастера работают с деревом и любители инженерии. Их следует направлять на добычу дерева, в бандарню или лесопилку для удвоенного производства, а вернее для его шансовости. А вот для того, чтобы у них было повышенное настроение, старайтесь задействовать их в дождевой мельнице, кузне или лавке инструментов, ну, либо других зданиях с шестеренкой. Ящеры, в свою очередь, мастера добычи мяса и любят находиться поближе к теплу, что повысит им настроение. Для появления шанса двойного производства ставьте ящеров на лагеря охотников, кожевинную печь и коптильню. А с удовольствием они будут работать в таких зданиях, как кузня, горн и кирпичная печь. Гарпии более утонченные создания и предстают нам мастерами в алхимии и любителями работать с одеждой. Шанс двойного производства у них в кузнице, красильне и лагере травников, а настроение им поднимет работа с кожевиной мастерской, пункте снабжения и мануфактуре. Самое главное, при наличии работников оценивайте специализации, применимые в ваших производствах, для получения наилучшего результата. И зачастую перестановки раз на те работы, которые дают им бонус настроению, могут решить исход всей вашей игровой сессии. Не забывайте про эту возможность. Последним блоком в рамках этого руководства стоит сравнить пассивные способности, добавленные в рамках последнего обновления каждой из рас, и озвучить те эффекты, которые дают жители при назначении их на очаг. Последним обновлением добавили новую механику. При появлении у вас первого жителя той или иной расы, вы получите определенный бонус, связанный напрямую с этой расой. Бонус этот остается и будет активен, даже если это будет единственный житель, и по той или иной причине он умрет или покинет ваше поселение. Итак, лисы подсветят нам два ближайших гейзера. Люди – местоположение двух плодородных земель. Бобры – расширяют количество торговых путей на единичку. Ящеры – дают 10 инструментов, а гарпии – 50 единиц одежды. Теперь самое время обсудить, какие эффекты дает назначение той или иной расы на главный очаг. Лисы снижают враждебность леса за каждую открытую поляну на определенное количество единиц, кратное двум в зависимости от уровня сложности. Люди замедляют скорость повышения нетерпения королевы. Бобры понижают скорость сгорания топлива в очаге. Ящеры повышают настроение наших жителей. А вот гарпии повышают грузоподъемность жителей на 5 единиц. Если немного порассуждать, то способности гарпий и лисов, на мой взгляд, самые востребованные на протяжении всей игры. Способность людей наиболее эффективна на среднем этапе игры, а вот навыки бобров и ящеров достаточно ситуативные. Сам я их редко ставлю на очаг, в принципе. Напоследок замечу одну крайне важную особенность новой расы лис. Они не подвержены негативным эффектам от враждебности лесов, капель и светила, что позволяет в эти два сезона направлять усилен по повышению репутации именно за счет данной группы жителей. Однако в буран лисы также ощущают на себе все негативные эффекты от тайн леса и комбо. Поэтому будьте готовы к наступлению этого периода игрового года. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, видео хоть чем-то, но приятно вас удивило. Всем добра, бобра и до новых встреч.